Какая биржа является лидером по объемам торгов? Как Redline собирается расширять свои возможности? А также сколько и неопшен заплатит штраф кипрскому регулятору? Вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! По данным Ассоциации индустрии фьючерсов, в прошлом году Чикагская товарная биржа осталась на первом месте по объемам торгов, которые увеличились до 3,5 млрд контрактов. И это на 2,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Что же касается других бирж, то согласно официальному пресс-релизу, опубликованному товарной биржи Даляне, все три фьючерсные товарные биржи Китая попали в топ-10 по числу контрактов. По итогам минувшего года торговые объемы DCI составили 1,116 млрд контрактов, благодаря чему биржа поднялась с 10 на 8 место. Максимальный годовой прирост в процентном соотношении был зафиксирован на бирже BETS, являющейся третьей по величине площадки в США, торговые объемы которой взлетели на 97%, достигнув 398 млн контрактов. Компания OTC Markets Group, которая поставляет рыночные данные, а также оказывает услуги по трейдингу и работает с эмитентами, вступает в сотрудничество с провайдером данных Redline Trading Solutions. Теперь клиенты Redline будут получать непрерывный поток котировок в режиме реального времени, включая котировки первого и второго уровней, а также справочные данные по ценным бумагам, торгуемым в альтернативных торговых системах вне биржевого рынка. Redline является поставщиком системы исполнения ордеров для автоматизированной торговли и высокоэффективных рыночных данных. Новая интеграция данных с OTC Markets позволит предоставлять данные по всем символам с трех торговых площадок компании, которые будут поступать клиентам Redline в потоковом режиме. Известный регулятор приговорил кипскую инвестиционную компанию Auroboris Derivatives Trading, которая управляется брендом AnyOption, к административному штрафу в размере 235 тысяч евро за нарушение ряда нормативных требований. По структуре штрафа 70 тысяч необходимо выплатить за предоставление инвестиционных рекомендаций, не входящих за рамки лицензии. 10 тысяч за то, что не все члены Совета директоров выделяют достаточно времени для выполнения своих функций. В частности, в заявлении комиссии говорится, что исполнительный директор компании не уделяет время для добросовестного выполнения своих обязанностей. Еще 10 тысяч евро насчитали за отсутствие надлежащего учета маркетинговых компаний. Ну а на оставшуюся сумму приходится длинный список нарушений, выявленных с Айсек у Auroboris Derivatives Trading. Это были все новости на эту пятницу. Хорошего отдыха вам на выходных и увидимся в понедельник на Dukascope TV. Субтитры делал Dukascope. Субтитры делал Dukascope. Субтитры делал Dukascope. Субтитры делал Dukascope.